У нас здесь всякие тряпки, которые уткнуты в ведра. По ним стекает вода. А потом это всё выливаем. Вот, смотрите, что там. И это всё вот попадает в квартиру. Вон, лёд. Сегодня просто подморозило, а вон лёд. На крышу жильцы дома на улице Кирова поднимаются по несколько раз в день и даже ночью. Оттепель ждут с замиранием сердца. Снежная и дождливая погода за окном сопровождается обильными осадками в квартирах. Чтобы стекало через потолок, мы вынуждены были выкрутить светильники. И у нас через эти дыры, хотя изолирован потолок, стекает неделю уже вода. Потому что там мокрая вата, утеплитель, он абсолютно мокрый, его можно выжимать. Наталья Грачёва поселилась в этом доме два года назад с того времени. О худой кровле она и её соседи неустанно пишут коллективные письма и жалобы. Оббивают пороги различных инстанций. Кругом одни отписки. Когда у нас была другая управляющая компания, она вообще ничего не делала. Её штрафовали, в итоге она обанкротилась. Сейчас у нас есть другая управляющая компания, но она не в силах справиться с тем, что творится на крыше. То есть единственная с мёртвой точки вот этой зимой сдвинулась, когда вмешался Белозерцев. Благодаря ему, можно сказать, нам помогли сделать вот эту экспертизу, по которой стропильная система признана недопустимой, кровля признана аварийной. От постоянной сырости в подъезде осыпается штукатурка. По стенам расползается грибок и плесень. Понятно, что люди опасаются за своё здоровье. Некоторые говорят и об угрозе жизни. Просто потолок был на полу. Обрушался? Обрушался, да. В такой водяной плен люди попали давно, а началось всё с другой стихии. В 2011 году на крыше случился пожар. Деревянные стропила, которые тогда уцелели в огне, до сих пор на месте. На них же прибиты свежие доски. По мнению местных, никакой функции, кроме как декоративной, они не выполняют. Анатолий Шахалеев живёт в доме со дня его сдачи в 1958 году. Вспоминает, как обрадовался, когда узнал о запланированном капитальном ремонте. Не надо нам фундамент и фасад делать, сделайте крышу. Но у них подход примерно такой. Посмеялись мы с ней. Деньги федеральные. Деньги выделили на тарелки. Поэтому мы чашки покупать не можем. Раз фасад, значит фасад. Вот так в 2018 году в доме отремонтировали фасад. То, что он переживёт ещё несколько зим, жители не надеются. И снова из-за кровли. Крыша упирается в стену. То есть совсем нет свеса. Нет наклона правильного. Когда сходит снег, течёт. Он течёт по стене. До третьего этажа топят квартиры. По региональной программе капремонта рабочие на этот объект должны зайти аж в 2042 году. Ждать ещё десятилетия люди не намерены. И стараются добиться переноса срока на более ранний. Собранных ими пакет документов уже рассмотрели в Госжилстройтехинспекции. И готовят для передачи в комиссию, созданную при областном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения. Шансы очень большие на перенос срока. Но отмечу, что комиссия принимает решение о переносе срока в краткосрочную программу. Краткосрочная программа – это трёхлетка. Если мы говорим и принимаем решение в 2021 году, то срок будет при положительном решении перенесён на 22-24. Перенос сроков капремонта в нашем регионе – дело обычное. Например, в 2019-м от пензенцев поступило 195 заявлений. Положительные заключения получены на 152 из них. В прошлом году из 56 обращений удовлетворили 55. Кстати, в числе самых проблемных – как раз кровли. Продолжение следует...